Акбарс Нет, мы будем играть, придерживаться своей тактики, так скажем, да, мы играем достаточно правильно, надо, чтобы подтянуть свою дисциплину, потому что мы все же пропускаем, вот, еще раз повторюсь, там и 3 на 5 пропускаем, поэтому убрать вот эти лишние удаления ненужные, вот, ну и постараться сами забить Автомобилисту выйти из зоны, другое дело, что Лянкер здорово играет на перехвате, еще варианты, короткий пас и бросок по центру ворот выполняет Гошелин Пока, да, казанцы атакуют побольше, но им на самом деле и поважнее почувствуют Формально в третьей паре, вернее, первой паре с Трянкиным вместо Блэкера Жесткое столкновение, Галиев прижал к борту здесь Широкого, Трянкин уже прижимает другого игрока, вот только-только поднимается игрок автомобилиста, но при этом шайба оказывается в ворота 1-0 Акбарс повел Дальний бросок в одном касании от Семена Кошелева, цели достиг, ну и вот это вот столкновение Широкого и Галиева, после которого не сразу поднялся Сергей Широков Может и привело к тому, что у Кошелева пространства в итоге было достаточно много в районе синей линии, и после передачи Митчелла Миллера отличный бросок сходу удался нападающему Акбарсу В матче только один защитник Акбарса имел балл за рюкзакемность, и это Адамчук Бросок низом, и шайба вновь в воротах 2-0, вновь забивает Акбарс Бросок, который отключился, ну а мы посмотрим, во всяком случае в этой ситуации Аликину было очень непросто разглядеть и момент броска, и найти шайбу за спиной такого игрока, как Яшкин Ну и вот смотрим, и Радулов получается поучаствовал, да, то есть для того, чтобы Акбарс был успешен, основные звезды должны быть заметны Еще один перехват казанского Акбарса, обороток, так слову, уже Галкин, вот он шанс, и шайба не залетела на сей раз, вот тут же только вступил в игру Галкин, и сразу был очень непростный момент Сергей Широков в обратную сторону, оставляет шайбу за спиной, Кертис Волл выходит за лесовую линию, прижимает его к борту Марченко Где персонал, в том числе и автоматилисты, чтобы при случае попытаться перекладить инициативу, потому что пока, ну Акбар сыграет с преимуществом, но если у него превратить это преимущество, уже в две заброшенные шайбы Здесь был еще один бросок в исполнении Гателевского, Галкин выручил Матч в чемпионатах страны, Шипачев еще раз принимает, бросает в дальний верхний угол, еще один опасный момент возле ворот автомобилистов Еще один момент у Владимира Шипачева, причем в первом случае поднялся на синюю линию, там нашел свободное пространство для броска схода, а во второй раз здорово отку Устанавливает шайбу за своими воротами Галкин, и дальше вроде бы был подбор за защитником, но сразу выйти в нейтральную не получилось, как следствие еще и бросок Кирилла Петрова Появился Галкин по ходу первого периода в оборотах автомобилиста и блокера в одном игровом отрезке, это всегда смотрится весьма любопытно Довольно агрессивная концовка, и вновь арбитр поднимает руку вверх, вот только вопрос, кого и за что конкретно удаляют Очень недовольны трибуны, но самое главное это именно итог первого периода, а по итогам стартовых 20 именно Акбар спереди со счетом 2-0 Да, конечно, ваш вратарь хорошо играет на протяжении всей серии, поэтому нам надо просто над реализацией поработать, да Что для этого, броски нужны, поэтому вот как-то Мэйсик открывается по традиции в районе левого круга вбрасывания, на пятаке действует Широков, но бросает именно Мэйсик и бросает довольно опасно Вот так визуально, вроде бы, ближний угол был открыт Составия автомобилиста и 13-го нападающего еще в первом периоде заиграли тренера автомобилиста Яшкин пас в центр, вот он шанс у Акбарса, но не получается Галкина пока что переиграть Пауза в итоге Отыграли в меньшинстве, но буквально в следующей смене создали момент, причем момент великолепный для Александра Радулова Партнера и передача от Яшкина просто шикарная была, уверенно отыграли в меньшинстве Перевод налево, Баранцев очень сильно бросает здесь, но шайба толком не долетела на ворот, по крайней мере после его первого броска Затем уже вступил в игру и галкипер Тимур Белялов Сколько матрицевого борта до него шайбу доставили, но такой бросок не получился хорошим Дыняк покатил, бросил и забил третий гол Акбарса в этой игре Лучшими в регулярке в составе Акбарса, но вот отличиться в плей-офф не получалось И первым из нападающих четвертого звена удается отличиться Никитке Дыняку Бас Владимир Шипачев добирается до шайбы, какая передача, еще и Свечников возвращал вероятно Или же бросал, не знаю, но больше похоже на по сторону Шипачева Да, на замахе пытался вытащить вратаря и отправить шайбу ему за спину на ключ Вывести не позволило Вот он шансы, Каштанов никак не может забить Да, тоже молодой нападающий был Болезок такой, действительно шанс у него был первый, пожалуй, сегодня, хотя так просто Акбарс, конечно, крайне редко оказывается в зоне атаки в этом периоде, но забить уже получилось Еще раз вылезает на пятак Стас Галиев Шайба при этом только теперь оказывается в прижатом состоянии Да, причем тоже как бы борьбы очень много И сейчас Галиев-то вытаскивал шайбу на пятак просто здорово Учитывая, что его партнеры там были И отправил шайбу вниз под щитки Владимиру Галкину С задачей хозяева справились Но вот добраться до заброшенной шайбы Свечнику досталось, да? Ну, там кому не достается, да, по столкновению с Трянкиным Но при этом Трянкин чуть за два метра приедет Еще одна атака Каштанов в центр, но именно по центру вороты бросает Данил Романцев Смещается и пошла уже позиционная атака со сменой мест Эберт бросает, неплохо, чистый лед был Шайба долетела до Белялова, но он команду вновь выручил Да, тут я уж говорил, что есть с чем работать Тимуру Белялову Да, конечно, они 3-0, мы должны сделать что-то идти Они сидят немного больше, но они вышли, они хотят больше, чем нас Таким образом, мы должны иметь хороший пушбак в третьем Да, конечно, проигрывая 3-0, только забитые голы помогут нам вернуться в игру На данный момент соперник нас переигрывает Я надеюсь, что удастся прибавить и вернуться по результату Игра продолжается именно в формате 5 на 5, судьи здесь ничего не показали Осипа вновь с контролем, но с большим трудом Шайба держит, хотя даже от него отлетел Никита Дуняк Да, оказался их готов к этому столкновению Максим Осипов И все загелевые передачи, Джейси Блэкер есть, чистый лед бросает Блэкер в дальний угол, но в створ не попало Там тяжело, конечно, было Шайба не то, что в зоне оставить, а даже в нейтральной подобрать Причем Бывальцев катит глубину на зону атаки, подбор за его командой Трямкин, пауза, вновь бросок на месте врата команды из Казани Видел момент броска Тимур Белялов Еще одна хорошая смена в исполнении Звена Сафонова Широков, вновь бросок, такой непростой момент И для самого Сергея, чтобы вообще найти линию, чтобы Шайба дошла до врата Маловажно, казанцы разгружают игру в своей зоне Дуняк, что вытворяет передачу, но точно она не получилась Как красиво обыграл соперника, поскольку Шайба принял, но затем пас точно не получился Зворовский прострел, пока в никуда Шайба отскакивает на Баранцева Куйнов, Петров, через центр, не стал сам бросать Скинул шайбу на Свечникова, Евгений катит за ворота и вылезает на дальнюю штангу Там, кстати, имел вполне шанс завести Да, причем все очень технично сделал Евгений Свечников в этой ситуации Завернуть шайбу в ближний угол не сумел Катит через центр, находит линию для паса, там все-таки был рикошет, но подбор заявок Барсом и каркас ворот Спасает автомобилист Тут же именно хозяева покатили в ответ на атаку Голуши протормозил пас в центр До Коста Вновь по центру ворот и это уже спасение голкипера Тимур Беляу Я вот сейчас все ловлю на мысли, что игра Акбарса в третьем периоде Жипачева Там Кривынов грамотно вернулся Вновь в момент гол! 4-0 в пользу Акбарса Нападающий Акбарса и в итоге добрался до своей первой заброшенной шайбы в плей-офф континентальной хоккейной лиги Смотрим, как это было Сильный бросок низом Ну и скамейка Акбарса празднует четвертую заброшенную шайбу, которая на самом деле как бы все вопросы снимает Юдин переводит шайбу направо Радулов вновь на Юдина Бросает защитник и забивает 5-0 В плей-офф записывает очень неплохой матч от Юдина Получается, смотрим, как была организована пятая шайба Акбарса Такой бросок вверхом и вопрос напрямую или шайба попала, вот возможно Яшкин переправил Учитывая такую траекторию и то, что как раз, по-моему, в сторону Яшкина Юдин и показывал Завал этот, потому на результат эта шайба влияет не сильно Но, тем не менее, может уверенности и большинству Акбарса в итоге придать Ну и, соответственно, 5-0 сегодня побеждают казанские Акбарсы Возвращается в Сирию послезавтра, 8 марта Игра в Казани Возможно, да, разберемся в этом, да, есть время Потому что немножко опаздывали, да, соперник выиграл борьбу, особенно в первом периоде Я соглашусь с этим, все сыграли очень хорошо и дисциплинировались, что самое важное было сегодня Ну и команда играла хорошо, я в целом, я считаю, что эти голы, которые сбивали, они не случайны С победой, сложной победой, молодцы, кто перетерпели там, не вязались, а делали свою работу Молодцы, с победой, ребята